Еще раз доброго времени суток! Я надеюсь, у тебя получилось создать несколько диалогов, и теперь ты точно знаешь, для чего они нужны и как создаются в Scratch. Во второй части урока мы поговорим об интерфейсе, разберемся с этим понятием и научимся создавать элементы интерфейса в Scratch. Начнем с того, что ответим на вопрос, что такое интерфейс. По традиции обратимся к всемирной энциклопедии Википедия, хотя можно найти определение и в других местах, но Википедия достаточно популярна, поэтому мы используем ее. Итак, там сказано, что интерфейс, во-первых, это английское слово, и означает этот термин «совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимодействие устройств вычислительной системы и программ, а также взаимодействие их с человеком». Здесь самое главное и важное слово для нас, чтобы понять, что это такое – взаимодействие, то есть это те элементы программы, которые позволяют человеку взаимодействовать с этой программой, ну или с игрой. Есть еще более точный термин «пользовательский интерфейс» или «интерфейс пользователя» – UI по-английски «user interface». Это разновидность интерфейсов, в котором одна сторона представлена человеком, пользователем, а другая – машиной или устройством, и представляет собой пользовательский интерфейс «совокупность средств и методов», при помощи которых пользователь взаимодействует с различными, чаще всего сложными машинами, устройствами и аппаратурой. Причем к интерфейсу может относиться и какое-то техническое устройство. Интерфейсы бывают и внутренние, и программные, то есть внутри программы могут взаимодействовать элементы. Ну, например, мы уже научились делать диалоги, и там взаимодействие происходит между спрайтами. Фактически, это интерфейс внутренний, то есть системный. Там спрайты друг другу передают сообщения, и это тоже называется интерфейсом. Почему для нас этот вопрос так важен? Потому что при создании любой программы, и игры в том числе, необходимо уделять внимание проектированию интерфейса игры. Как ни странно, хоть мы и работаем за компьютером, но большинство профессионалов предпочитают сначала нарисовать интерфейс на бумаге. Например, когда мы делали игру «Собери снеговика», примерно так выглядели наброски нашего интерфейса. И это называется скетч, или эскиз набросок. Это английское слово. И для игры делаются скетчи как интерфейсов, так и основных персонажей, фонов. То есть сначала художник их набрасывает карандашом на бумаге. Ну, или как удобнее, некоторые любят даже цветными карандашами, фломастерами это сделать. А уже потом с помощью графического дизайнера, с помощью инструментов это все дело рисуется на компьютере. Хотя некоторые вещи даже иногда интереснее выглядят, когда они действительно нарисованы от руки. Это все сканируется и выглядит такой, как рисунок. Так что можешь попробовать и таким образом работать. Ну, естественно, когда создаются сложные программы, на помощь разработчикам приходят специальные программы для проектирования интерфейсов. И если ты будешь заниматься именно интерфейсами, а есть прямо отдельная чуть ли не специальность, есть люди, которые занимаются только разработкой интерфейсов для различных программ, в том числе игр. Это на самом деле очень интересная такая профессия и очень востребованная. И, надеюсь, из этого урока ты поймешь, почему. И поймешь, сможешь ли ты этим заниматься. Но если говорить о специальных программах, то, например, вот я взяла один из скриншотов, копию экрана одной из программы, как она выглядит. Здесь ты видишь какое-то мобильное приложение. Но самое главное, что в таких программах есть набор специальных примитивов или графических элементов, которые фактически стандартны, и можно их быстренько собрать на картинке и понять, где какие будут элементы интерфейса. Для нас, когда мы работаем с компьютером, мы уже использовали этот термин, важен графический интерфейс или Graphic User Interface по-английски, GUI. И мы уже как-то в одном из уроков говорили, что, например, в интерфейсе самого редактора Scratch есть меню, кнопки, панели инструментов, окна и какие-то другие элементы. Но самое важное, когда мы разрабатываем интерфейс, заключается в том, что он должен быть понятным и удобным для пользователя. Именно поэтому так важна эта специальность, так важно грамотно проектировать интерфейс. Иногда бывает так, что не сразу все понятно, и из-за этого человеку труднее работать с программой и сложнее играть в игру. Как же делаются и какие элементы мы можем создавать в проектах Scratch? Мы можем делать, условно я назвала, говорящие спрайты, то есть спрайты, которые сообщают, что нужно делать, дают какие-то инструкции в режиме диалога с помощью команд «Сказать» или «Говорить». Мы можем создавать специальные спрайты, которые будут играть роль кнопок, причем не обязательно они должны выглядеть как кнопки, хотя тоже ты уже встречал и кнопки, и какие-то другие вещи. Покажу еще примеры. Ну и, наконец, мы можем работать с разными фонами. И на фоне тоже какие-то элементы рисовать. Ну что ж, это была такая небольшая теория. А сейчас давай на практике посмотрим, как все-таки реализовать элементы интерфейса. Вот, например, в студии юно-разработчик игр есть проект, который называется «Кнопка интерфейса». Он, в общем-то, включает в себя всего лишь только кнопку, на которую мы можем нажать и перейти как будто бы к игре. Ну, давай посмотрим. Вот я нажимаю на флажок, и у нас первое, что появляется, это кнопка. Причем смотри, когда мы наводим мышку на кнопку, она немножко гаснет, становится полупрозрачной, и появляется сообщение «Счелкни, чтобы начать игру». Это подсказка, которая помогает понять пользователю, что ему нужно сделать, если кнопка не совсем очевидная. Хотя слово «Старт» наверняка знают все, и в данном случае это всего лишь демонстрация. Ну и понятно, если мы нажмем на кнопку «Старт», у нас должна начаться игра, но здесь, в этом демонстрационном проекте, для простоты, чтобы ты мог легко разобраться, всего лишь наш код сообщает о том, что игра началась, хотя, в общем-то, игры никакой на самом деле нет. Нам на самом деле важно разобраться в коде этого проекта. И если ты посмотришь внимательно комментарии, в принципе, сможешь разобраться, но я по традиции покажу, как такие проекты можно создавать, как создавать кнопки. Хотя с кнопками мы уже в первый раз столкнулись, когда делали проект под «Счетовод», мы делали поздравительную открытку. Тоже там у нас был спрайт, играющий роль кнопки, и у нас открывалась открытка. И на самом деле ты очень многое знаешь и уже умеешь. Как же сделать такой вот эффект наведения мышки на кнопку? Вот это мы сейчас рассмотрим. Давай создадим проект, нарисуем кнопку и сделаем эффект наведения мышки на нее. Ну и клик, естественно, чтобы уже все у нас было как следует. Делаем по традиции в векторном редакторе, потому что писать надписи удобнее. Давай для простоты нарисуем обычный прямоугольник. Можешь рисовать любым цветом. Мне почему-то понравился зеленый. Надеюсь, ты помнишь, как делать тень. Ну давай, чтобы было интереснее, сделаем тень. Нам нужно этот прямоугольник продублировать. У нас есть специальный инструмент. И тот, который под ним, закрасить серым цветом. Это будет у нас тень. И теперь разместить тень под кнопкой. Вот такая получилась кнопка с тенью. Спрайт у нас готов. Давай подпишем, что это у нас кнопка какая. Ну пусть будет старт. И на этой кнопке мы эту надпись сделаем. Если тебе потребуется писать по-русски, есть специальный урок, в котором сказано, как это делать. Я сейчас не буду тратить на это времени. Старт написали. Разместили. Вот наша кнопка. Можно увеличить. Сделать так, как должно быть для твоего проекта. Естественно, на сцене размещаем в том месте, в котором необходимо, чтобы кнопка находилась. И пишем скрипт. Какой у нас будет скрипт? Когда щелкну по флажку, то есть нам нужно, чтобы было реализовано начало работы проекта. Затем, в цикле всегда, мы будем проверять наведение мыши на кнопку. То есть проверять, если указатель мыши у нас на кнопке, то будет происходить, ее внешний вид изменяться, а иначе меняться на прежний. Значит нам нужна конструкция, если то иначе. Дальше у нас наведение мыши на кнопку проверяется с помощью блока «Касается указатель мыши». То есть мы будем касаться мышкой нашего спрайта кнопки. И если мы касаемся его, то здесь вот у меня в примере используется команда «Установить эффект прозрачность» или «Призрак». Здесь переведено и в значение, значение 0 – это не прозрачно, а значение, допустим, 50 – это будет полупрозрачным. Ну а если мы снимаем мышку с нашего элемента, с нашей кнопки, нам нужно убрать графические эффекты. Давай проверим. Так, запустили. Наводим мышкой, вот полупрозрачность. Убираем мышку, никакой прозрачности нет. Ну и теперь понятно, что если мы хотим сделать надпись, то мы тоже используем команду «Говорить» или «Сказать». Мы можем сделать команду «Сказать». Смотри, как будет. Вот в демонстрационном проекте у нас «Говорить» и целую секунду это происходит. Вот смотри, да, если даже я уношу мышку, все равно подсказка остается. А здесь мы сделаем по-другому. Мы сделаем «Сказать» нажми для начала, а иначе мы схитрим. Мы сделаем «Сказать» и удалим все. То есть ничего, здесь ничего не должно быть, вообще ничего. Давай посмотрим, что получилось. Наводим мышку «Сказали», убрали мышку «Ничего не сказали». То есть таким образом у нас не происходит никакого задерживания, не задерживается надпись. Но столько-столько мы мышку держим над кнопкой, мы можем следить за сообщением. Осталось реализовать клик по кнопке. Это ты уже знаешь тоже. У нас есть команда «Когда спрайт нажат». И когда спрайт нажат, у нас все остальные элементы игры должны получить сообщение «Старт». То есть мы передаем сообщение «Старт». И наш код в данном случае, если будут другие элементы игры, естественно, тоже, получит это сообщение. То есть когда он получит сообщение, он должен показаться. А в начале игры у нас его нет. Но пока для этого примера таким вот образом мы сделаем. И он там еще говорит. Ну пусть он скажет «Привет». Начнем. Ты уже можешь думать, какие писать фразы. Это тоже отдельная история. Нужно писать диалоги, писать надписи, думать, как они должны быть сформулированы. Опять же, чтобы игроку, пользователю было понятно. Ну что, давай проверим. Запускаем. Код исчез. Наводим мышку. Щелкаем. И вот игра началась. Но кнопка не пропала. И с этой кнопкой тоже надо решать. Либо мы ее прячем, либо, если это другая кнопка, она может и остаться. Если потом надо на нее еще раз нажать. Если это не старт, допустим, а там выбор каких-то элементов. Но давай здесь сделаем, чтобы было все, как мы предполагали. Мы эту кнопку спрячем. И в принципе, для того, чтобы хорошо функционировало приложение, наша игра, вот этот вот скрипт, он в общем-то уже не должен выполняться на самом деле. Потому что кнопка прячется и больше она нам не понадобится. Это первая кнопка. Поэтому мы здесь сделаем еще. Добавим стоп. Скрипты спрайта. Чтобы вот этот цикл не забивал память. Чтобы все другие спрайты могли спокойно работать. Давай проверим. Нажмем на флажок. Старт. И вот скрипт этот уже с этим циклом. Мы говорили, что циклы, они всегда тратят ресурсы компьютера. Он выполняться не будет. И не будет тратить эти ресурсы. Сейчас ты можешь поставить видео на паузу. И реализовать такую вот кнопку. Попробовать различные графические эффекты. А потом возвращайся. Сделай обязательно гимнастику для глаз. Или просто разомнись какую-либо гимнастику сделай. И возвращайся. Я еще покажу просто несколько интересных примеров. Которые, возможно, станут для тебя основой для каких-то новых идей твоих проектов, твоих игр. Ну что, я надеюсь, у тебя все получилось. Ты отдохнул. У тебя получилась кнопка интерфейса. Но сейчас еще несколько небольших примеров. Например, есть такой пример, как нарисовать 3D-кнопки. Здесь несколько примеров кнопок. Ссылку на этот проект я тоже дам внизу. Как рисовать эти кнопки, будет отдельный урок. Но просто, если захочешь, ты можешь посмотреть код и увидеть, как что делается. Ну а я сейчас просто покажу, что разные кнопки здесь по-разному реализованы. Например, первая кнопка. Мы при наведении мыши на нее просто меняем ее цвет. Второй пример. Мы меняем цвет и меняем размер. Кнопка становится меньше. И получается такой интерактивный элемент. Более интересный. Правда? Третья кнопка. Здесь у нас два костюма. И они меняются. И получается эффект нажатия. Видишь, как будто мы нажимаем на кнопку. Третья кнопка. Здесь тоже два костюма. Но нарисована она уже как трехмерная. Опять же, повторю, будет отдельный урок, как рисовать трехмерные кнопки. И тоже мы меняем костюмы, цвета. И получается вот такой эффект нажатия. Ну и, наконец, последняя кнопка. 3D сверху тоже мы меняем костюмы. Следующий пример. Мы говорили о том, что у нас элементом интерфейса могут быть не только спрайты, но и фоны. И вот этот пример мы будем рассматривать в конце нашего курса, как создавать синтезатор речи. Но здесь у нас есть элемент интерфейса, сцена. То есть вот фон сцены нарисован. И на этом фоне происходит действие. То есть размещены все остальные элементы, кнопки, если ты видишь, да? Но они лежат на этом фоне. То есть фактически нарисован интерфейс такого своеобразного редактора. И еще один проект, тоже ссылку на него дам. Игровой, где нет никаких вроде бы кнопок, но есть элементы интерфейса. И все они реализованы именно таким образом, почти таким же, как мы делали нашу кнопку интерфейса. Мы нажимаем на эти кнопки и происходят какие-то действия. Тоже ссылку повторю. Да, вот здесь есть диалог небольшой, да? То есть наш персонаж с нами общается. И мы нажимаем кнопку на элементы и они переезжают. Фактически это тоже элементы игрового интерфейса. Надеюсь, у тебя появилось много новых идей для твоих новых проектов. Теперь ты понимаешь, что проектировать интерфейс надо аккуратно продумывать. Я желаю тебе классных проектов. До встречи в новых уроках.